Правила выдачи субсидий из средств федерального бюджета представителям малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавирусной инфекции, были утверждены правительством России еще 24 апреля этого года. Согласно им, установлен определенный порядок и критерии, по которым определяется, будет ли внесен предприниматель в реестр получателей субсидий или нет. Основных условий пять. Первые два основных организации или индивидуальные предприниматели должны входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который у нас ведется на сайте налог.ру, по состоянию на 1 марта 2020 года. Второе обязательное условие, деятельность основная по коду АКВЭД из выписки ЕГРЮ или ЕГРИП для представителей бизнеса, должна эта деятельность относиться к наиболее пострадавшим отраслям. Перечень наиболее пострадавших отраслей у нас также утверждается постановлением правительства Российской Федерации. Кроме этого, организация не должна быть в стадии банкротства или в процессе ликвидации. В отношении нее не должно быть вынесено решение об исключении из единого государственного реестра юридических лиц. Что касается задолженности по налогам, то в общей сумме она не должна превышать 3000 рублей. Если такая задолженность совокупная по всем налогам у предприятия или индивидуального предпринимателя имеется, то мы рекомендуем ее погасить, после этого направить заявление и тогда, соответственно, представитель бизнеса точно так же может получить уже субсидию в соответствии с постановлением правительства. Еще одно условие касается численности работников. В том случае, если индивидуальный предприниматель работает с наемными сотрудниками или речь идет об организации, то субсидия будет положена по следующему критерию. Количество работников в апреле и в мае не должно быть меньше 90% по сравнению с мартом месяцем. Либо, если численность небольшая, это количество работников не должно быть уменьшено более чем на одного человека. Размер субсидий для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, для ИП с наемными работниками и для организаций равен величине минимального размера оплаты труда – 12 130 рублям. Количество работников получать для субсидий определяется Федеральной налоговой службой на основании полученных от Пенсионного фонда данных из отчетности по форме сведения о застрахованных лицах. Обращаю внимание, что выплаты организациям и индивидуальным предпринимателям, у которых есть наемные работники, они будут осуществляться только после 18 июня. У нас очень много звонков раздается, поэтому сейчас хотели бы заранее всем налогоплательщикам сказать о том, что сначала мы ждем загрузку сведений после 15 июня из Пенсионного фонда, и только после этого уже пойдет обработка поданных заявлений и, соответственно, выплата после 18 июня. Для получателя субсидий представитель бизнеса должен направить в налоговый орган по месту учета заявления по специальной форме в электронном виде, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, или в виде почтового отправления по установленной форме. Никаких документов к заявлению прилагать не нужно.